Восточная 7G Восточная 7G Восточная 7G Восточная 7G Что представляет собой терминал, вы видите сами. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь происходит. Объясните хотя бы, вот простой вексик, да? А можно его увидеть на бумажном? Кажется, можно. А где? Ну, допустим, вот этот вексик на данный момент. Вы можете вам светить, как это? Вы же понимаете, что это нелегальная деятельность у вас? Я вам вопрос, я вам вопрос, все легально. Покажите мне на бумажном носителе вот этот вексик. Вот именно вот этот. Почему безумерно? А можно вот так вот визуально сейчас на него посмотреть? Нет, вот сейчас у вас в кассе есть этот вексик. Хорошо, давайте я куплю. Можно, да? А почему вы другим посетителям не появляете? Давайте спросим хотя бы у одного посетителя. Скажите, а что вы здесь делали? Я узнал, что вы придете сюда и решил... Со мной познакомиться. А зачем вы в автоматы играете? Вы что хотите, какой-то выигрыш получите? Автоматы. Вам не кажется, что это все похоже на прикрытое казино? Само собой, конечно. А зачем вы сюда ходите? Вы же знаете, что это незаконно. Что незаконно. В нашей стране если 10 лет это открыто, и вы говорите, это незаконно. Ну азартные игры же запрещены, получается? Конечно. Но они работают 10 лет. Здравствуйте. Нет, нет, нет. Скажите, а можно вам задать пару вопросов, пожалуйста? Мы очень хотим поинтересоваться... Давайте хотя бы с от пины. Мы очень просто хотим поинтересоваться, что вы здесь делали. А кто их будет отсекать? Ну да как так. Я тебе про это и говорю. А я твой друг пришел и квартиру выиграл, а я от этой квартиры два квадратных метра взял, и меня это устраивает. Ну что, сейчас мы с вами находимся в VIP-зале нашего игрового клуба. Как вы можете заметить, здесь абсолютно голые стены, замкнутое пространство, нет окон, нет часов. То есть человек, который находится здесь, он теряет всяческую связь с реальностью, погружен только в этот автомат. Здесь абсолютно мертвая зона. Мы сейчас с вами проходим в подсобное помещение. Сейчас я вам покажу, что вот здесь на потолке расположены белые провода, которые уходят, скорее всего, в соседнее здание. Там, скорее всего, находится сервер, которым управляются игровые автоматы, которые находятся здесь. Соответственно, поэтому полиции очень трудно зафиксировать правонарушения. Только что кто-то включил пожарную тревогу. Это была провокация для того, чтобы полицейские не смогли вывести игровые автоматы из зала. Печать ее дизуночек. Пару вопросов. Пару вопросов. Пару вопросов. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чем вы тут занимаетесь? Вообще, что это за организация? Законно ли это? Как вы считаете? Вы работаете на каких основаниях здесь? Здравствуйте, а можно вам задать пару вопросов? Мы просто хотели спросить. Не надо, просто начали спрашивать. Как вы считаете, это законная деятельность, которой вы здесь занимаетесь? А чем вы вообще занимаетесь здесь? Какой должен заниматься? Я физическое лицо. Я запрещаю свою видеосъемку. Доченька, как вы зовут? А вас какие? А я первая спросила. А я вторая? А вы не делитесь такими субтитрами? Ну, я не знаю, с каких целей вы спрашиваете. Можете представить у вас задание какое-то есть? Меня зовут Александр, я могу представиться по вашему цене. А есть документы с следующей личности? Конечно. Скажите, вы сейчас находитесь у себя дома, это ваша семья. Вы находитесь в вашу личную жизнь. Вы находитесь на частной территории. Общественное заведение. Это общественное заведение. Да, но у нас есть... Это ваше личное распоряжение, которое противоречит конституции. Там есть информационный стенд, где указано, что мы... У меня информационный стенд, я ничего не указываю. Мы в праве ограничивать... У меня указывают только гражданские правовые документы Российской Федерации. Вот что-то, наверное, значит незаконное происходит, люди не могут просто поговорить, просто бегают от нас как... Смотрите, смотрите, эксперимент. Оп. Оп. Девушка, давайте... Отвечайте на пару вопросов, пожалуйста. Я адвокат, я на большом вопросе не говорю. Почему? Не хочу. Почему? Потому что это неконструктивно. Не хочу. Не хочу. Это мое право. Уважаемые сотрудники Вексельной системы, в Конституции Российской Федерации нет статьи о защите подпольных игровых заведений. Если вы хотите внести поправки в 23-24 статьи, вам необходимо разработать новый проект Конституции и добиться его принятия на всенародном референдуме. Сразу же вам скажу, что на мой голос можете не рассчитывать. А до тех пор мы будем демонстрировать ваши лица из полумрака притонов всему белому свету. Вы же не постеснялись открыть игорный дом на глазах у всего народа? Не стесняйтесь же сейчас, когда народный контроль пришел взглянуть вам в глаза. Согласно действующему законодательству, оборот векселей в электронном виде запрещен. Правонарушение вексельной системы налицо, но Центробанк почему-то не реагирует. Сколько времени сможет проработать самый крохотный бизнес, если не будет выдавать чеки? Сутки или, может быть, пару часов? Терминалы вексельной системы годами работают без контрольно-кассовой техники, но налоговая инспекция интереса к ним не проявляет. Поэтому только в одном таком заведении ежемесячно десятки миллионов рублей уходят в теневой оборот. Как собственник помещения мог сдать площадку под игорное заведение? Как охранное предприятие могло заключить с ними договор? Как глава архитектуры могла согласовать вывеску? Почему бар обслуживает клиентов без санитарной книжки? Как нравится трудовой инспекции организация, где каждый день все сотрудники впервые выходят на работу? Я думаю, вы все знаете простой ответ на эти сложные вопросы. Мы сделали небольшой шаг вперед в борьбе с чумой незаконного игорного бизнеса. Но оно станет большим делом, когда правоохранительные органы, власть и общество обретут общую волю для решения этих проблем. И запомните, наше безразличие – это соучастие в преступлении. Ну все, вот все, наша игра закончилась. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт и ищите нас в социальных сетях. Продолжение следует...